в своих видео мы часто рассказывали что у нас нет централизованного водопровода в данном случае имеется в виду общий водопровод на всем снт или на всю деревню водопровод откуда вода поступает централизованно но при этом в каждом видео вы видите что поливаем мы из шланга при этом 80 процентов случаев это дождевая вода и снеговая в этом видео я хочу рассказать как при недостатке осадков мы практически всегда имеем запас воды которого хватает на 2-3 недели а при переизбытке осадков от лишней воды мы избавляемся конечно если лишней воды и вот столько как это было в прошлом году в подмосковье то тут уже ничего не поможет это съемка зрителя канала на канале много зрителей которые недавно приобрели участок и может быть наш опыт будет кому-то полезен родители купили участок 20 лет назад и они сразу знали о том что централизованного водопровода на участке не будет даже света не было первые три года в то время мне было 12 лет на этом фото я и мама мы приехали зимой навестить участок и только что построенный дом все что я сейчас буду показывать сделал не я но на сейчас я могу оценить всю эффективность проделанной работы дом был построен на насыпной глине глину завозили специально и сюда же пошла глина которую вынули при рытье углублений для фундамента сейчас мы видим подпорную стенку которая была отлита уже позже и ступеньки во двор строили когда еще не было света первые два года жили летом при свете керосиновой лампы дом был естественно летний а летний дом подразумевает огород пусть и небольшой огород нужно поливать воды нет конечно можно было поставить бочки водостоков на объем 200 литров это мало из них далеко носить воду до огорода но самое главное в том что теряется много талой воды ведь бочки ставится уже после того как весь снег на участке растаял так как воду нам никто не обещал то при постройке дома были заложены трубы в которой утекает дождевая вода эти трубы идут под землей собирая на своем пути все водостоки а сверху уже позже была положена плитка сейчас мы видим только вот такие отверстия если посмотреть на старую фотографию то уходит что трубы идут вот тут забираю воду с крыши вот тут забираю воду с крыльца и вот тут забираю воду со второго ската крыша далее труба уходит под лестницу и поворачивает дренажный колодец эта съемка сделана ранней весной видно что только что выпавший снег тает как раз в том месте где проходит труба для сбора воды дренажный колодец находится дальше вся дождевая вода собирается там дренажный колодец глубиной 4 метра но забетонирована кроме того под бетоном каждой дорожке насыпана щебенка и дорожка проходит также дренажному колодцу сейчас я стою на бетонной дорожке а это старое фото снятая с того же ракурса и на том же месте где стою я сейчас вы видите собаку по кришке шерлок вот так было 18 лет назад видно что вся земля с дорожек снята земля с дорожек была засыпана в грядке землю для грядок мы никогда не покупали а дорожки были сначала засыпаны щебенкой и позже забетонированы эти дорожки сливаются в одну доходит до дренажного колодца при большом количестве осадков вода идет по щебенке в дренажный колодец такой дренажный колодец сделан у каждого строения все сделано по одной схеме и каждый показывать нету смысла но один из них я вам покажу чуть позже он находится возле сарая очень близко к огороду у крыши дома самая большая площадь и если это дымовой дренажный колодец переполняется то вода из него поступает в пруд вода может идти самотеком а можно в воду перекачать дренажным насосом и этот пруд был вырод в 2004 году тогда свет уже был но воды кроме дождевой на участке не было в этот пруд можно перекачивать воду из любого дренажного колодца который есть на участке для нижнего яруса пруда было использовано колодезное кольцо широкий обувь со ступеньками заливался бетоном в ручном режиме в жаркую погоду как сейчас вода в пруду нагревается до 20 градусов бывает что и больше если на улице холодно то температура воды ниже но она все равно теплее чем в дренажных колодцах если нужен предзимний полив то он тоже осуществляется из этого пруда воду из пруда мы на зиму не сливаем чтобы не лопнул бетон то опускаем в пруд пустые пластиковые бутылки несколько штук которые плавают как поплавки примерно вот таким образом и опускаем деревянные бревна вот такие весной естественно достаем и кладем сушиться вместо них можно использовать и обрезки бруса даже у таких маленьких строений как сарай и навес есть дренажный колодец который собирается вода например из этого колодца вода может перекачиваться сразу в кубовую бочку в этой бочке вода нагревается очень хорошо воду используем для полива в прохладную погоду сейчас жару в воду в бочке можно назвать горячей точно также в эту бочку можно перекачивать воду из пруда и из любого другого дренажного колодца вообще конечно так близко к огороду можно было установить и более большую емкость для воды например такую тут наверное тонны 3 но это сейчас продается все что хочешь и все можно найти через интернет а 17 лет назад все было иначе такую бочку и так приобрели с трудом 15 лет назад у нас наконец-то появился свой колодец и уже не дренажный а с питьевой водой если кончается вода в дренажниках что естественно бывает в такую погоду то просто полняется из колодца с глубины 17 метров подойдет очень холодная всего два года назад появился летний водопровод около огорода труба от колодца проложена на глубине 50 сантиметров поэтому пользоваться можно только летом а зимой в огороде вода и не нужно очень много вопросов от зрителей по поводу капельного полива как сделать капельный полив дешево и просто изначально когда-то давно капельный полив был придуман для выращивания овощей в полях все поле занимает одна культура допустим это картошка но могут быть любые другие овощи на поле все растения одинаковые им требуется одинаковое количество воды в одно и то же время один год на этом поле растет картошка второй год например на этом поле растет лук что в первом случае что во втором все растения одинаковые и им нужен одинаковый полив представьте что на всем нашем огороде растет только одна культура и никаких высоких грядок нет тогда можно сделать капельный полив дешево и просто источник воды на большое поле нужен под давлением разводка по ряда может быть самой дешевой капельной лентой отверстие в ленте бывают через разное расстояние это нужно смотреть при покупке но вместо капельной ленты есть и множество других вариантов в которой я сейчас углубляться не буду если очень кратко то для одной культуры или для нескольких культур с одинаковым поливом можно сделать капельный полив по упрощенной схеме но на нашем огороде растут разные культуры и мы не можем поливать их одновременно например на этой грядке растет картошка и поливать ее нужно до конца августа а возможно и до середины сентября но на следующей грядке растет лук недели через 2-3 он продолжит расти но вот поливы ему будут не нужны совсем перед уборкой урожая лука 2-3 недели поливать нельзя а мы откроем кран и поливаться лук будет вместе с картошкой а если посадить капусту то что поливать и одинаково вместе с луком и картошкой тогда либо зальем картошку с луком либо урожай капусту будет маленьким а расширять площадь посадок из-за капельного полива вообще не рентабельно ходите вручную добавлять капусте воды а зачем тогда капельный полив можно установить такую бочку у теплицы поднять ее на высоту метр или больше и вода пойдет грядки самотеком наверное это актуально для огородников выходного дня в такую погоду как сейчас но погода непредсказуема в прошлом году подмосковье залило дождями а значит нужно ставить датчики влажности теперь нам нужно сделать разводку трубой каждой грядки для капельного полива хочется сделать стационарный вариант в проходах плитка нужно еще и доставить воду во второй ряд огорода для примера есть вот такой стационарный вариант и тут уже не важно открывать ли кран для полива руками или ставить датчик влажности сделать можно все на это нужно время но главное начать капельную ленту на грядках использовать не буду она хоть их дешевая но одноразовая буду использовать вот такую трубу надеюсь что ее хватит больше чем на один год пока схематично сделал полив для корневого сельдерея вроде сельдерей чувствует себя хорошо разводки нет и подключение полива на эту грядку идет через шланг шланг полдюйма вода на грядку включается в ручном режиме полезное насекомое в саду и огороде когда и сколько поливать растения в теплице как покончить с работой в огороде открытого грунта уже в июне вырастить морковь как дважды 2 всем хороших урожаев с вами был роман канал и сайт в огороде про